В этом году Windows 7 исполняется 15 лет. Новость классная, на этом видео можно и завершить. Шучу. 14 июля 2009 года в свет выходит сборка Windows 7 Build 7600, которая по результатам внутренних тестов Microsoft становится RTM-сборкой новой ОС и готова к отправке OEM-партнёрам. Спустя 8 дней, 22 июля 2009 года эта версия официально поступила в производство. Бокс-издание, семейные лицензии, апгрейд-издание и т.д. В моём распоряжении имеются два бокс-издания и два OEM-диска. Все они домашнее расширенное и профессиональное. Честно говоря, я не особо понимал сильных различий между профессиональной и максимальной. Мировой выпуск новой версии Windows состоится 22 октября 2009 года, спустя 3 месяца. Windows 7 содержит ядро Windows NT 6.1, что как бы намекает на некоторое исправление предыдущей версии системы, Windows Vista. Об истории разработки семёрки я уже рассказывал в одном из своих прошлых видео. Различные бета-сборки, скрытые функции, известные баги, недочёты и многое другое. Впрочем, это один из самых трудоёмких проектов на канале за 2022 год. И, к слову, он даже стал одним из самых популярных среди моих работ, что очень приятно. Пик мировой популярности Windows 7, по данным StatCounter, был в первой половине 2010-х. В июне 2024 года, опираясь на их статистику, можно заявить, что сейчас ей пользуются почти 3%. Основная поддержка этой системы продолжалась до 13 января 2015 года, расширенная была завершена 14 января 2020. Но в 2018 году Microsoft внезапно анонсировала программу Extended Security Updates. Смысл этой программы заключается в покупке подписки, предоставляющей эксклюзивное обновление безопасности для системы, прекратившей поддержку, но на момент её прекращения имеет весомую долю в мировом использовании. Также нельзя отрицать, что в корпоративном секторе резкий переход на другую версию операционки, прям по щелчку, не особо возможен. На предприятиях могут быть сотни, если не тысячи компьютеров. И таким образом Microsoft создала компромиссное решение. Своего рода период отсрочки, вы продолжаете получать обновления, но при этом вы должны постепенно задумываться о модернизации своего парка ПК. Extended Security Updates предлагает продление получения обновлений на три года, но со следующими расценками для Windows 7 Professional. Первый год стоит 50 долларов, второй — 100, а третий — 200. Как можно заметить, с каждым годом цена повышалась. 10 января 2023 года выходит последнее обновление для Windows 7 в рамках этой программы. Для Windows 7 вышел всего лишь один сервис-пак в 2011 году. Настолько система получилась удачной. В этом видео я хочу задокументировать список последних версий различных программ, которые без проблем работают в Windows 7, показать состав коробочного и UEM изданий, рассказать о том, что делают энтузиасты с этой OS для поддержания ее актуальности, и в честь пятнадцатилетия рассказать 7 забавных фактов о Windows 7. Никак не хочу затягивать вводную душниловку, поэтому давайте начнем. Установку системы я показывать не буду, ее и так все прекрасно знают, все отлично помнят и все излазили до дырок. Начнем с комплектации. Как я уже сказал ранее, у меня имеется четыре диска с Windows 7, два бокса издания и два UEM-диска. Комплектация UEM-издания следующая — безвкусная коробка, в которой лежит диск с системой и книжка, описывающая преимущества этой системы. Поскольку это UEM-образ, то нам сообщают, что эта версия не может поставляться без компьютера и любую техническую поддержку будет оказывать только производитель. Также у таких версий существует территориальное ограничение на активацию, в нашем случае разрешено в странах СНГ и в Грузии. Читая приложенную книжку в комплекте, мы можем познакомиться с нововведениями и узнать новое сочетание клавиш. Бокс издания уже будет чуть содержательнее. На коробке увидим системные требования, сравнение редакции Windows 7 и вполне себе приятную коробку внутри. Открыв коробку, нас встретит буклет, рассказывающий о плавном переходе с Windows XP. Если что, то напрямую обновиться с Windows XP до Windows 7 нельзя. Почти такая же книжка и лист с ключом продукта. Бокс-версия включает в себя как 32-битную версию системы, так и 64-битную. Огромная благодарность подписчику Данилу за ОЕМ-версию и подписчику ДНК за бокс-версию. Приступим наконец к софту. Начнём с браузеров. Ведь это именно тот тип программ, которые юзеры используют каждый день. Google Chrome официально не поддерживает Windows 7 с 10 января 2023 года. Он остановился на версии 109 и больше не обновляется. Конечно, им и сейчас можно пользоваться как в случае с Хромом на XP в 2016-м. Но с каждым месяцем Хром будет всё больше и больше устаревать в плане веб-стандартов. Firefox прекратила поддержку Windows 7 с выпуском Firefox 115 в июле 2023 года. Обновление безопасности этот браузер получает до сентября 2024-го. Официальный браузер от Microsoft, Microsoft Edge, также отказался от поддержки 7-ки в 2023 году. В качестве альтернативы можно попробовать Waterfox и Supermium. Хотите предложить что-то своё? Пишите в комментариях, высказывайте своё мнение. Никто не ограничивает. В плане офисных пакетов здесь следующий расклад. Microsoft Office здесь можно запустить до версии Office 2016. Начиная с 2019-го офиса полностью отбрасывается поддержка Windows 7. Вероятно, кое-как можно запустить более новый офис через костыли, но не думаю, что это будет стоить того. Можно попробовать перейти на другие решения, например, LibreOffice. По дизайну LibreOffice будет сильно напоминать что-то из разряда Office 2000-2003, но по функционалу ничем плюс-минус не уступает оригиналу. Хотя это уже зависит от конкретных задач, выставленных пользователем к офисному пакету. Не устраивает дизайн LibreOffice или возникают какие-либо другие проблемы с ним? Ничего страшного, можно попробовать OnlyOffice. Актуальная на момент выхода ролика версия, а это 8.0.1, поддерживает не только Windows 7, но еще и Windows XP. На официальном сайте они предоставляют не только оффлайн-продукты под названием Desktop Editors, но и различные решения для компаний, разработчиков и облачных пользователей. А подписка на канал стоит совершенно бесплатно, это меня поддержит как автора, да и вместе изучать что-либо всегда интереснее. Файловые менеджеры. Если в эпоху Windows XP был процент людей, пользовавшихся такого рода программами, то в последующие годы некоторая повседневная задача вполне себе может решать и стандартный проводник. По крайней мере, так было у меня. Из файловых менеджеров можем затронуть Total Commander и Double Commander. Total Commander, вопреки всему сущему, до сих пор обновляется. 32-битная версия поддерживается даже на Windows 95. Конечно, Windows 95 в качестве основной системы уже никто не использует, но сам факт это очень круто. Хотя такая широкая поддержка присутствует благодаря старой версии компилятора, с которого Total Commander собирается. По словам автора, программа компилируется на Delphi 2. 64-битная версия работает начиная с XP и написано на Lazarus. Double Commander 1.1.15 тоже без проблем устанавливается и работает. Иногда появляется потребность сделать какую-нибудь смешнявку или какой-нибудь быстрый обучающий видеоролик для нуждающегося в этом человека. Нет, Windows Movie Maker не будет, он выбран с Windows 7 по стандарту. Последняя версия Sony Vegas, ой извините, Magix Vegas, официально поддерживающая Windows 7 является 16.0. Но с высокой долей вероятности ограничение искусственное, так как находятся люди, запускающие здесь и Vegas 20. Последняя версия Premiere Pro для Windows 7 от компании, подписку которой практически невозможно нормально отменить, является Premiere Pro CC 2018. Последняя официальная версия DaVinci Resolve технически считается 11.3, так как Windows 7 было указано в минимальных требованиях там в последний раз. С 2017 года программа требует минимум Windows 10. Игры? Я не играю в игры, и мне всё равно на это. А показывать в Need for Speed Underground или Uno для Windows 98 в Windows 7 это как минимум странно. Steam перестал поддерживать семёрку с 1 января 2024 года. Но API не закрыта. В аккаунт ещё можно войти и что-нибудь доскачать. Поэтому этот пункт я, скорее всего, оставлю более знающим в этой области людям, которые могут оставить своё мнение в комментариях. Из программ для общения с друзьями и знакомыми хорошо подходит Telegram, он до сих пор обновляется, на момент создания сценария используется версия 5.1.7. Discord официально прекратил поддержку Windows 7 15 июня 2024 года. Теперь минимум Windows 10 и, к слову, только X64. 32-битная версия клиента прекращает своё существование 15 июля того же года. Для любителей Матрикса есть грустная новость. Клиент Element здесь не поддерживается. При запуске выдается ошибка, а в логах чёрным по белому написано «Указанный исполняемый файл не является допустимым приложением для данной платформы операционной системы». Но Матрикс как протокол децентрализованный и открытый, поэтому кроме Element есть масса других клиентов, которые могут поддерживать семёрку. Современный Skype также пока исправно поддерживает эту ОС. Тестировалась версия 8.122. Приступим к виртуализации. VMware Workstation завершил поддержку семёрки как хостовые системы для установки с версии 16. Если кто вообще ничего не понял, то на виртуалку Windows 7 поставить можно без проблем, но VMware на Windows 7 поставить не получится. VirtualBox не установится с версии 6.1. Признаюсь честно, мне эта виртуальная машина в последнее время не особо нравится. А вот кема до сих пор запускается на Windows 7? И 86Box тоже. Кстати, если вам интересно узнать больше об эмуляторах на этом канале, то ставьте 4000 лайков и дайте об этом знать в комментариях. Конец поддержки операционной системы для обычных пользователей плюс-минус ничего особо не значат, а вот для энтузиастов это всегда огромный повод создавать вполне себе интересное дополнение. В X-Kex для запуска приложений, рассчитанных под более современные версии Windows, поддерживаются не все программы, доступно только для Win32, а про UEP можно пока что забыть. Так и хочется вспомнить One Core API для XP, который, кстати, развивается и по сей день. Универсальные драйверы — патчи для современных устройств, позволяющие запустить Windows 7 на современном ПК чуть ли не 2024 года выпуска. И все это прекрасно показывает тот факт, что некоторые пользователи не особо хотят расставаться с этой операционкой. В честь 15-летия с выпуска этой версии операционной системы я хочу рассказать вам 7 интересных фактов о Windows 7. Все вы замечали в настройках персонализации стандартную тему «Россия», а в английской версии такой называется как «United States». Поздравляю, вы столкнулись с региональной темой оформления. По стандарту доступно всего лишь шесть аэротем. Региональная тема оформления была седьмой, и для каждой локализации она разная. В подобных темах было добавлено около 120 обоев разными представительствами компаний в разных странах. На территории Японии Microsoft запустила рекламную кампанию Windows 7 в стиле... аниме. Так как на территории Японии аниме-культура очень популярна, а в интернете был популярен такой феномен, как Оестан — это когда операционная система и программа рисуют в виде человека под стилистику аниме — компания решила принять данный феномен и выпустить свою версию. Маскот Windows 7 был сделан в виде женского персонажа — Мэда Бинанами. Microsoft подобных персонажей сделает и не раз. Не рекламой в Японии единой — там же был доступен лимитированный Windows 7 аниме CD. Уникальные темы — обои рабочего стола, звуки и мелочные украшалки. В октябре 2010-го Microsoft в честь первого года после выпуска Windows 7 раскрыла интересную статистику — продано 240 миллионов официальных копий. Меню пуск только за сентябрь 2010-го был открыт более 14 миллиардов раз. А фишками Windows Aero воспользовалось более 500 миллионов раз. Если с продажами все более-менее понятно, то очень любопытно узнать, а как они засекали статистику открытия меню пуска и использования фишек Aero? С выходом Windows 7 вопрос о совместимости приложений стоял очень остро — почти все программы, предназначенные для старых версий Windows, на семерке запускаются исправно. Однако существование специализированного и требовательного конкретной версии ОС софта нельзя было отрицать. В качестве компромиссного решения Microsoft выпустила режим Windows XP. Концепция представляется круто, но на деле это переделанная Microsoft Virtual PC 2007 с предустановленным модифицированным для этого режима образом XP. Пользовался ли этим кто-то на полном серьёзе — неизвестно. Помните программу «Проверка совместимости ПК», в которой можно было проверить готовность своего ПК к запуску Windows 11? Так вот, эта идея не новая. С Windows 7 компания выпустила помощник по обновлению, позволяющий проверить в режиме онлайн совместимость вашего ПК с официальными системными требованиями, выявить проблемные программы на данный момент и подобрать подходящую редакцию. Во время разработки у Windows 7 кодовым именем было… Windows 7? Изначально ядро Windows NT для новой версии должно было стать как 7.0, но исторически не сложилось и получилось так, как мы привыкли видеть — 6.1. Отдел маркетинга подумал и понял, что в качестве релизного названия можно просто взять его кодовое имя. Как итог, задам вопрос. Как повлиял конец поддержки на эту систему? Конец поддержки системы, благодаря введению подписки ESU, был не таким резким, как это было с XP-шкой или преждевременным случаем с Vista. Постепенное завершение поддержки Windows 7 сторонним софтом идёт очень медленно, но сам факт — оно идёт. Даже если эту OS вполне себе ставят на современное ПК, то высоко вероятно столкнуться с отсутствием драйверов на какое-либо устройство со стороны производителя. Иногда немного странно осознавать тот факт, что Windows 7 для кого-то стало первой системой. Время не стоит на месте, глядишь скоро и так про десятку говорить будут. Это сугубо моё мнение, и это был сугубо предоставленный мой список программ. Поэтому, а что вы думаете об этом? Каково ваше мнение? Пишите об этом в комментариях и участвуйте в вопросах в телеграм-канале. На этом пока всё. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новый интересный контент. Ведь вместе интереснее. Огромное спасибо за просмотр и благодарю донатеров, которые добровольно поддерживают канал любой своей суммой. До новых встреч, дорогие друзья!